Чем болеет? Ну, это напряжение, она напряжена, длительное движение, в природе особенно. А если не можете заставить, вот смотрите, то есть болеет дочь, депрессия, это ваша карма. То есть, тихо, спокойно. То есть, это ваша карма, вы как бы что-то делали в жизни своей, и вам пытались помочь, но вы отказывались от помощи. Теперь вы получаете наказание за это. Но это было не в прошлой жизни, это было в позапрошлой жизни, в конце вашей жизни. Но вы сейчас наказаны за это. Что делать? Тут только молитва может помочь, потому что у человека есть свобода выбора. Он может вообще захотеть уйти из жизни, и никто ему не может помешать, по идее. Вот. Но если это так, как это наша карма, да, то мы что делаем? Мы просто думаем о Боге. Вот чем я больше думаю о дочери, чем вы больше думаете о дочери, тем больше сгорает ваша энергия. Вы думаете, я не могу ей помочь, я не думаю. И с каждой такой мыслью вам все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И вот три дня назад вы себя довели до такого состояния, что вы даже встать не могли у вас такое. Ну, тяжело было очень. Ну, три дня назад. Ну, я вижу, где-то часов в шесть вечера. Ну, он переработал. Вы думали очень сильно о ней, много думали о том, что ей плохо. Так вести себя нельзя вообще, это неправильно. Молиться означает думать о Боге, не о дочери. Но, тем не менее, у вас все равно очень истощено сердце. Это неправильное поведение. Нельзя думать о человеке, которому плохо, о родственнике. Самому думать нельзя. Хочется думать, но нельзя. Это засада, это ловушка. Только подумала о дочери, сразу же думать, включать духовную музыку и молиться. И причем молиться надо не одной, а надо еще включать старшего голоса. Особенно, когда действует плохая судьба. Потому что что делает плохая судьба? Она приковывает память к дочери. Она заставляет думать о ней. Даже в время молитвы вы можете молиться и видеть, что вам очень трудно оторваться от нее. Это значит, что нужно включать голос святого человека. Те, кто искренне молится с любовью, вот искренне, понимаете, если бывает искренне молитва. И вот вы включаете такую молитву и сами повторяете молитву и сбываете с ней. Я так и делаю, я так и представляю. Отключаю Богородицу, я молюсь с утра, и я думаю о Боге, я думаю о Святой Матроне. Я подмогу езжула, мастережула. 6% побед над судьбой. Мало. Сколько времени это делать в день? Ну, 40. Ну, вот я вам говорю результат. 6%. Очень мало. 50%, 30% спокойствия в сердце дочери пропадает мысль, что все будет плохо. И она защищена от несчастного случая. Вы как становитесь защитным щитом для нее. 30%. Ваше сердце спокойно, вы защитной такой, защита для нее. Но вы при этом не можете еще с ней разговаривать, чтобы она понимала. И не можете поменять ей сердце. 60-33%. Вот этот эффект, 66%. Это вы можете уже общаться спокойно. Но она не может себя поменять при этом. А дальше уже она начинает себя менять. Такой процесс. Всегда и везде это происходит. Я просто, что мне делать? Продолжать молитву. А больше ничего? Я еще и работаю. Мне под это. Все, вы делаете все, что можете. 6% это значит, я ничего не сделала. Ничего себе, ничего. 6% у человека же жизнь. Он целую жизнь живет. А вы сколько это делаете по времени? Уже 3 года. Ну, мне кажется, вот эти 6% вы сделали всего месяца за 4. Я стала по другому молиться. Вот именно. А до этого был ноль, значит. Я поэтому вам говорю, дорогие мои друзья. Слушайте, как надо правильно. Потому что все остальное будет просто пустой по 3 потери времени. Надо молиться с кем-то и слушать, как они молятся. Забыть про себя. Я же вам рассказываю постоянно. Иначе не будет побеждаться судьба. Зря просто будет время тратить. Мы своими силами часто не можем ее победить. Я желаю вам силы и счастья. Спокойно стало вам. Все вот так надо. Спасибо.